Всем привет дорогие друзья! Это Андрей Курейчик, вы на альтернативном блога Видени. Снова вещаем из необычного места. Сейчас я нахожусь на арт-разведке в прекрасном маленьком словацком городке, который называется Жилино. Городок маленький, но сравнить его с какими-то белорусскими городами невозможно. Даже в этом маленьком городке такое количество мест культуры, театров, музеев, галерей, концертов, сферы услуг, торговых центров, что это просто невозможно себе представить в каких-нибудь, я не знаю, Ивацевичах или небольшом городке. О чем сегодня поговорим? 15 лет требует обвинения для Виктора Бабарика, самого популярного и самого на сегодняшний день известного оппозиционного политика в Беларуси. Я напомню, рейтинг Бабарика в два раза выше рейтинга Лукашенко. Так было и прошлым летом, так осталось и сейчас, что удивительно, его рейтинг практически не падает. И составляет около 40% стабильно. Это гигантский рейтинг. Это означает победу над Лукашенко в первом туре при любых раскладах. И вот его хотят упрятать на 15 лет по обвинению в том, что он якобы, то ли сам себе, то ли его же собственные люди давали себе взятки за то, что холдинговая структура Белгоспромбанка, то есть банк и апеллированные с ним компании, вели бизнес между собой. Я повторяю, я попытался разобраться в сути обвинения, это смешно. То, что ему инкриминирует, это смешно. Распределение дивидендов от прибыли в бизнесе компаний называют взятками. И за это хотят 15 лет тюрьмы. Они, хотя в Беларуси, убийц, насильников, всякого рода садистов и живодеров сажают на 5-7 лет, 10 лет максимум. Здесь 15 лет за распределение собственной прибыли. Не государственной, там нет ни копейки государственных денег, ни денег налогоплательщиков, которые у нас чиновники тратят направо и налево абсолютно без всяких стеснений. И мы видим все эти резиденции, майбахи, самолеты с золотыми унитазами. Нет. Речь идет о деньгах, которые заработала сама же компания. Белгоспромбанк и страховые компании, аффилированные компании, которые работали с Белгоспромбанком. Это внутренний бизнес этих компаний. Такие компании есть при каждом банке. Страховые, то есть ты приходишь в банк, да, ну вы же видели, за кредитом, да. Вас просят застраховать, как бы, этот кредит. И дают список компаний, с которыми работает банк. Все. Это чистой воды бизнес-схема. Она абсолютно нормальная, она абсолютно легальная. Там нет вообще никаких подводных камней. И все. Понятно, что она связана каким-то образом с этим банком. Ты не можешь страховать, где ты хочешь, что ты хочешь. У каждого банка свои страховые компании, свои аффилированные финансовые компании, свои аффилированные компании по доверительному управлению, свои аффилированные брокеры. Это нормально. Это нормально. И абсолютно нормально, что в крупных банках менеджеры получают бонусы, получают какие-то проценты от прибыли. Да, это система там поощрения, опционы получают. Это никакие не взятки. Это если все работает хорошо, и компании зарабатывают прибыль большую, топ-менеджмент, везде во всем мире получается с этого свой процент, свой доход. Поэтому, дорогие друзья, в данной ситуации понятно, что мы имеем в виду чистую политическую расправу. Чистую, вообще не разбавленную политическую расправу над самым, повторяю, популярным политиком в Беларуси. От того, что он получит эти 15 лет, во-первых, конечно, его популярность не упадет, а только вырастет. Очевидно, что всех этих несчастных менеджеров вокруг заставили оговорить Виктора Бабарико, потому что им просят там по 3-5 лет за одно и то же. То есть кому-то 3 года, кому-то 15. Ну, это такое белорусское правосудие знаменитое. Вы знаете, что оно отличается невероятным чувством справедливости и идеальным отношением к законности. Вот. Понятно, что он не будет ей 15 лет, и там будет какая-то предложен вариант, схема, чтобы его отпустить. Понятно, что шантажируют его его сыном, который тоже там находится. И когда говорят, детей не трогайте, то, с чего начал, в принципе, режим Александра Лукашенко, он бьет по детям. Бьет по детям. Я желаю Виктору Дмитриевичу выдержки. Это непростой период. Он очень сильный человек. Его сын Эдуард очень сильный человек. Они не сломились. Мы не видели ни одной пресс-конференции признательной с ними. Мы не видели ни одного знака, что они готовы оговорить кого-то из других людей. Это очень сильные, очень достойные люди, которые, естественно, будут в белорусской политике, естественно, будут влиять на белорусскую политику. Если разрешат партию разом Виктора Бабарико, вы увидите, что там будут сотни тысяч людей. Сотни тысяч людей. Немедленно. Поэтому, конечно, у меня сомнения, что ее разрешат. Это грустно, что приходится даже на такие вещи надеяться. Но это была бы самая большая политическая сила в Беларуси. С этой массой людей ничего нельзя сделать. Они понимают суть происходящего. Они понимают, что речь идет о несправедливости. И чувство несправедливости только убеждает их в том, что данная власть должна быть с ней сена. Нам остается наблюдать за этим процессом пока. Как и за другими процессами, вы знаете, что в полной тайне, где-то там в каком-то СИЗО или где начинается процесс над Тихановским, Сергеем и Николаем Статкевичем. Это два еще лидера белорусского народа и белорусской оппозиции. Два очень популярных человека, которые тоже претендуют на огромное место в белорусской политике. Для меня Николай Статкевич – это просто эталон порядочного, умного, образованного белорусского политика. Человек 9 лет, простите, просидел в тюрьмах при Лукашенко, борясь с ним. 9 лет. Это Нельсон Манделла белорус. И не зря процесс сделали и закрытым, и даже не стали вывозить его в суд. Потому что там ничего нет. Там просто пустота, я думаю, в области доказательств. Это просто бы подняли насмех, как и сделан Бабариха. Это бы подняли насмех все. Вот. Поэтому давайте поддерживать и давайте как-то думать, надо освобождать людей. Сейчас самая большая проблема для белорусов – освободить своих лидеров. И тогда, поверьте мне, все процессы пойдут немножко по-другому. Спасибо всем, кто подписывается, кто поддерживает канал. Сейчас это очень важно. Давайте быть вместе. Альтернативное благовидение. Андрей Куренчик. Спасибо. Спасибо.